ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Известным путешественником Фёдором Конюховым и участниками его нынешнего проекта кругосветного, третьего кругосветного плавания. Фёдор Филиппович Конюхов, профессиональный путешественник, заслуженный мастер спорта, яхтенный капитан, член Союза художников России, совершил более 40 экспедиций. совершил два кругосветных плавания, одиночные переходы на Северный и Южный полюсах, покорил 7 вершин высочайших мира на 7 континентах. И сейчас я предоставляю ему слово для поступления. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Что-то шумит такое. Я не... Всегда мне говорят, почему я путешествую в одиночку. Вот и сейчас я сел, от вас очень далеко. Мне никогда неприятно, когда я сижу на какой-то трибуне, и мои друзья сидят передо мной. Я... Если я с вами, то я должен быть всегда с вами, а не отделяем. Я не люблю, не проведаю таких пресс-конференций или встреч, когда меня отделяют от людей. А потом еще спрашивают, почему я путешествую в одиночку. Ну, сейчас здесь вот вы видели небольшую экспозицию, мои там выставки, или там представляют мой проект, как здесь было сказано, как раз в этом красивом зале и вместе с наукоградами России, так как я очень благодарен как раз наукоградам России, ну, и что они помогают мне осуществить мое третье кроссветное плавание, которое должно состояться... Я должен обойти вокруг света, зайти на четыре станции полярных станций в Антарктиде, на Макмердер американскую, на австралийскую, и на две или там три наших полярных станций, чтобы забросить для полярников продукты для наших, и в том числе компьютеры для наших полярных станций, чтобы полярники могли вести с нашей страны через интернет о переговорах. Вот такая моя цель, и вернуться на выставку экспозиона 108 в Лиссабоне. В Лиссабоне в 1998 году будет самая большая выставка экспозиона 108. Как раз этот вот наш проект, мое плавание, оно стоит в графике, я должен подойти летом 1998 года на эту выставку, которая будет проводиться в Лиссабоне, там к нашему павильону, к российскому павильону выставка под названием «Человек и океан». Все, что человек за всю свою историю сделал в океане, ну, хорошего и плохого. И когда меня вставили в эту экспозицию, можно сказать, мой проект выставки, то там было от ООН и ЮНЕСКО было такие, ну, можно сказать, как требования. Прежде всего, должно быть, если это плавание, то чисто спортивно оно и проходило, значит, здесь должно быть спорт отображать, науку, ну, экологию, и еще общественную такую, ну, сказать, жизнь для людей. И, соответственно, я выбрал, что на этом протяжении, как спортивное мое плавание, я должен побить мировой рекорд по прохождению суточный переход я в смену одиночки, это свыше 400 миль за сутки, это как спортивное, как экологическое, я ездил в Нейропе, это Кении, в штаб-квартиру ЕНЕП, где утвердил свою программу, она у меня с 90-го года очистил океан от полиэтилена, и это мне утвердили, как раз я на протяжении всего плавания буду, ну, изучать загрязнение океана от полиэтилена. И потом, говорится, научная работа у меня институт океанологии имени Шершова уже предоставил программу, предоставил все приборы, которые сейчас стоят, ждут. Когда мы установим на яхте, я должен на своем пути брать пробы воды, ну, и там, говорят, научить таких работ, которые я буду тебе потом предоставил в этот институт, ну, если так вот проще, чтобы было понятно, я буду брать пробы воды, и все, что в воде находится, как раз буду на яхте так фильтровать теми приборами, которые мне предоставили такими незамудренными, а с космоса, с космоса они будут идти как раз в тот путь, где я прохожу фотографировать и по цвету воды, потом будете определять, что цвет воды разный, соответствует, что в нем находится. Моя работа будет практична, а в космосе они будут делать вот эту теорию. И потом мне на борт яхты уже предоставили компьютеры, компьютеры предоставили, и все спутниковые связи это современные гуманитарные университеты, для того, чтобы я держал себя с этим университетом, так как я заучно учусь в этом университете, и проводил со школами урок географии как раз с центра океана, с Индийской, с Тихой, с Атлантического океана. Ну и, соответственно, если я эти задачи выполнил, я должен вовремя пройти на выставку, которая будет идти 4 месяца, с мая месяца по сентябрь месяц, вот в этот промежуток подойти на выставку Лиссаборда. Кратко, так, если кто хочет подробно, есть пресс-релизы, или кто хочет, скажите вопросы. На это плавание не было рассчитано, сейчас я занят был другими экспедициями, пока я поднимался на 7 высочайших вершин, и после этого я занялся проектом как раз пересечения Батистского океана на высенной лодке, и также строительство батискафа для погружения в Мариинскую падение, пока я за ним был в горах, по возвращению, мне, можно сказать, это приятно было, мы даже бездействие с ним поставили, что мне через торговую палату России, и там создана такая комиссия, это глобальная инициатива, что они попросили, чтобы я что-то сделал в океане, и пришел на эту истоку. И тогда мы быстро, можно сказать, разработали вот эту программу и отложили свои дела по поводу батискафа, о том, и вот занялся вот сейчас вот этим проектом. как у тебя душевное и физическое состояние, только не лука. Это вот Саша Шатаухин, это мой друг, я с ним очень давно, мы дружим, и не только дружим, он меня готовил, как раз он тренер, он заслуженный тренер, он готовил, благодаря Саше, я стал мастером спорта, потом заслуженным спортом, мастером спорта. Саша так гонял на тренировке, что сам падал в обморок, а я как-то не держал, потому что я немного до конца... Ну, душевное состояние у меня нормально, просто сейчас почему-то плане должно уже состояться, было в ноябре месяце, она откладывается из-за того, что мы нашли яхту во Франции, и французы предоставили нам яхту, и сделали большую скидку, она полностью была готова, и на деньги должны были брать кредиты в банк Хованский, как раз, чтобы выкупить эту яхту и отправиться плавать. И когда мы все это сделали, все эти документы, когда нужно было уже выкупать яхту, то банк Хованский отказался, ну, как сейчас все, они просто развалились. И сейчас мы готовим другие документы, другие банки, и, соответственно, это время также будет на месяц, на полтора выпущено. А физика еще? Саша интересен. Я думаю, что, Саша, я настроен на это плавание, и у меня пока все нормально. В этом году вы уже не стартуете, нет? Нет, я планирую, что я должен выйти. Если, ну, должен в любом случае выйти, только когда, если что, будет просто скорректирование тех планов, которые, тогда я, значит, откажусь от каких-то полярных станций по заходу и выйду. То же самое, когда в Австралии сейчас стоит яхта, а стоит яхта, но она более, можно сказать, мощная яхта, большая, но она не такая скоростная. А во Франции мы вчера, я был вот, Наталья Косатиновна, я с Никитиной, которая руководитель этого проекта, она, к сожалению, сейчас не подошла, она заболела. И там факсы, пришли с Францией факсы, у меня здесь, находится, как раз французы предлагают еще две яхты, которые им скоростные, уже ходили в одиночку вокруг света, и французы ходили на ней. Значит, это уменьшение идет на переоборудование, и, соответственно, мы сократим скорость. Это чисто, если будет плана просто, они будут скорректированы. У нас пока еще, для выставки есть запас времени, а так уже по каким-то полярным станциям, у нас уже время как сухого. Да. У вас может временно заниматься рисованием? Да, я член Союза художников с 83-го года, тогда еще член Союза художников был СССР, ну, сейчас в России. Я пишу картины как раз о тех экспедициях, о тех людях, которые были со мной в экспедиции, ну, о тех странах. Сейчас время мало, но я просто пишу в экспедиции, и вот сейчас я здесь в Москве снимаю мастерскую художника и пишу картины. Вот последняя работа у меня еще новая, я написал портрет Умура, это японский путешественник портрет, образ его, так можно сказать, который погиб на Мактимире. Я как раз в мае месяце поднимался на вершину Мактимиду, но я была, ну, это не хорошее слово, последняя, но последняя вершина вот из этих 7 высочайших вершин, которые было, вот проект. Я как раз шел по этому пути, и там, где по всей вероятности Умура погиб, я сейчас написал о нем картину, написал о Чечесине, в принципе, Чечесине японском, то есть английском мореплавателе. Ну вот, и в следующем году, в 1998 год, весь мир будет праздновать, и он, как раз, и на выставке, вот это экспорт 98, и с собой будет отмечено 100 лет первому крутосветному плаванию одиночки. Это Джозем Слоком, американец, в 1898 году, первый из живущих людей на свете ушел в одиночное крутосветное плавание. Это, как раз, мир будет отмечать 100-летие его плавания. Я также сейчас работаю над картиной, как раз, Джозем Слоком. Федор, по проекту, с средствами получено в Товер-Душечении должны платить на создание дома женщины в Москве. Вы посещаете эту крутосветку двумя женщины, ваше отношение к женщине, пожалуйста. Ну, кто меня знает, тот знает, что я все экспедиции совершал, я с экспедиции никогда не приносили мне экспедиции прибыли, а если приносили прибыль, то я их отдавал на другие нужды, но только не на свои экспедиции. ну, есть, я знаю, люди, как я поступал. Вот я, с этого проекта, соответственно, если экспедиция пройдет, то ни одна экспедиция, она не проходит, чтобы не было какие-то доходы, прибыли, соответственно, все это прибыли уйдет на строительство или на организацию дом женщин, и к женщинам я, как мужчина, как и все мужчины, отношусь только с восхищением и благодарностью, потому что прежде всего во главу у вас стоит женщина, и я бы не совершал эти свои путешествия, если бы не была женщина. Я всегда хотел показать, что мужчина, как и раз, и должен совершать те поступки, которые нравятся женщинам. Я такой вопрос скажу. Скажите, вы в своем проспекте пишите, что вы обогнете Антарктиду, и это путешествие считается кругослевым. Будет ли пересечен экватор? Нет, здесь правильно говорить. Вообще круассетное плавание считается тогда, когда яхта замкнет, ну, мореплавка замкнет 360 градусов и в одном месте пересечет экватор, тогда только считается круассетное плавание. А так, круассетное плавание, я когда в 90-м году вышел круассетное плавание, сильное, и это мне почему сейчас мы я готовился к плаванию 22 года, у меня ушло на это, то есть наши стороны меня не выпустили с Владивостока, тогда я улетел в Сиднею и шел под австралийским флагом, на австралийской яхте, шел и это было так называются нон-стоп, гонка сам с собой. Я был третьим человеком в мире, который совершал такое плавание, до меня ходили австралийцам. Значит, выйти с одной точки, прийти в эту же точку, замкнуть 360 градусов, в одном месте пересечь экватор, ну и тогда нигде не заходя, ни с кем не встречались. И тогда как раз не был выбор, если бы я вышел в Сиднея, я шел по ветру, шел с запада на восток, от ревущих сороковых, прийти в Сиднея, соответственно, круг замкнул бы я, но я бы не пересекал экватор, и это у меня не засчиталось, потому что чем больше к Антарките, земля сужается, и, соответственно, миль становится меньше. У меня ушло 27 тысяч миль, я пересекал экватор, специально ушел в Атлантическом океане, на пересечение экватора в центре Атлантического океана, недалеко от острова Святого Петра и Павла. Я пересекал экватор и вернулся, прошел экватор, три дня ушел в северном полушарии вдоль экватора и потом зашел снова в южный полушарий и вернулся в Сидней. Таким образом, и так вот считается кроссет на плавание. Если теперь... А второе кроссет на плавание у меня было так же... Я снова вернулся с Австралии и снова зашел на Эверест после плавания одиночного. Зашел на Эверест и вернулся снова к яхту и хотел снова выйти из Владивостока. Снова хотел я выйти, но у меня снова не выпустили из Владивостока. И тогда я улетел в Тайвань, на Тайване и стояю в Тайване, стартовалась в Тайване, где меня провожали, встречали мистера в Тайване, где строили яхту на Тайване, которую построили за 4 месяца, где я шел под тайваньским флагом и я совершал уже в северном полушарии против ветра вдоль экватора и шел с востока на запад и как раз по самой большой длине земного шара 35 тысяч у меня было в мире в общей сложности. Я пересекал экватор, я вышел тогда в Индийский океан через Малатский пролив, вышел в Индийский океан, я вдоль Индонезии влево ушел, пересек экватор и на 10 градус южной широты пересекал до Африки и там потом спустился в Красном море, через Суэцкий. Таким образом я пересекал экватор в Индийском океан. Я бы мог выйти в Малатский пролив, когда я прошел и пойти сразу на Индию и на Красном море и тут же вот так же в Атлантическом океане. Я бы замкнул круг, у меня не было бы экватора и кровосветное плавание бы не засчиталось. А сейчас, я думаю, если я буду стартовать на французской яхте и, соответственно, Лиссабон возвращаться, то я буду пересекать экватор. Так что у меня так и так все равно состоится. Если вы не стартоваете с Австралии, то у меня будет даже полтора кровосветных плавных, что я вернусь в Австралию и потом буду возвращаться в Лиссабон. То есть у меня также будет кровосветное плавание. Если можно поподробнее о обе географии, которую вы будете готовить, какие бы темы они вам были посвящены. И второй вопрос. Кроме очень нужных необходимых вещей, как то приборы, книги, кисти, будут ли в вашем багаже самым мысленные вещи просто для души, для себя, для книга, что вы можете. Ну, у меня в манске активность. Вся жизнь легкомыскивая, так и как считают все. Сейчас почему-то это сомнение гументарного университета как раз заинтересован в том, чтобы показать людям, что можно, не находясь в Москве или где-то заниматься также сейчас техника позволяете учиться, преподавать, не находясь здесь, это по интернету, через спутника и также вести можно и разговаривать по телефону, мы оплатили уже, не оплатили, пятьсот минут, вот, Ларя сидит здесь, знаете, она занималась этим, пятьсот минут чистого разговора, уже с океаном я смогу говорить по телефону через спутник, ну, и интернет, через интернет, через, через, через Инмарсад я буду на компьютере как раз получать информацию и отдавать, и со школами, вот, как я с ним, с школой, мы с многим школам, которые есть компьютеры, где будет приходить обычный интернет, и мне будут ученики задавать вопросы, я буду отвечать, и я буду вести в руки те географии об Антарктиде, о тех золотных, о тех открытиях, я должен планировать подойти к острову Питкера, к острову Скотта, к острову Петра Первого, к острову Буми, это самые далекие острова, самые отдаленные, соответственно, там никто их с наших соотечественников не посещал, даже хотя бы снятие, сейчас вот ведутся переговоры, если у меня есть вот эта система, она не позволяет передать прямую трансляцию телевидения, если мы это сделаем, то можно будет прямую трансляцию через телевидение, вы увидите, как я, проходя остров Буми, это самый такой далекий остров, там вселенная шторма, и я бы заснял тоже остров Киргелена, заснял, проходя, и передал, как вы бы здесь увидели, я буду идти по пути Белинсгауза и Лазарева, наших мореплавателей, которые чуть больше, чем 175 лет назад открыли Аттарктиву, открыли, проходили, у меня как раз путь соподает с их путем, и я хочу об этих мореплавателях как раз и рассказать детям, находясь на их пути, так как я раньше писал, начинал писать диссертацию как раз о мореплавателе, об экспедиции на Шлюпе в Востоке и мирной организации Лазарева. Это я сейчас свою диссертацию сменил на Викуху-Маклаве, сейчас здесь в университете пишу диссертацию на Викуху-Маклаве. А вам приходилось бывать на Новую Гвинею? Я бывал, но я бы хотел сейчас попутешествовать по Новую Гвинею, я планирую там подняться на вершину, путешествовать я был только на побережье, на побережье путешествовать мне не удавалось, но почему я сменил, когда я пришел на побережье, то о нашей стране, когда у вас здесь нас и у вас, у меня просто не было здесь, как вы знаете, я совершил 40 экспедиций, мне 46 лет в декабре месяце будет, так что я в нашей стране был мало, и когда были все эти перевороты, все эти в 91-й год, в 93-й год я находился в плавании, и когда заходишь на тот или я был в 70-ти странах, соответственно, и когда заходишь в ту или иную страну, то обычно, ну, когда ты приходишь на яхте, становишься в парту или на лейде, тебя встречает карантинная служба, там, ну, иммиграционная служба, эти, таможенники, все это, и спрашивают, откуда ты, с какой страны, я с города, соответственно, говорю, что я с России, я, хотя шел и под тайвандским флагом, всегда говорил, что я русский, я с России, то у них такое было, ну, пускай, я когда пришел на остров Санта-Люси, это небольшой остров в Калибском море, то когда я сказал, что с России, то все говорят, Федор Достоевский, для них Россия, это Федор Достоевский, да, Федор Достоевский, если я пришел там на Гавайские острова и в Ганалуру зашел, то мне встретила полиция, там, ну, так можно сказать, полицейская страна, там сразу все отцепили, русский зашел, а то еще непонятно под тайвандским флагом, совсем у меня окружили, мне, ну, сильно проверяли, там, в трюмах все искали, они сразу сказали, а, с Россией, это значит, Сибирь, Водка, КГБ, ну, и сказали, что Горбачев, вот, у них и понятие, а Россия вот такое, а когда я вернулся, я был в Новый Генею, когда пришел, то же, так, все сразу начали, они спросили, что с Россией, Никуха Маклай, Никуха Маклай, для них Никуха Маклай 120 лет тут нету, а для них Никуха Маклай это олицетворяет Россию, значит, вот это один человек, который, там, никто не спрашивает, ни Москва, ни там, ни Советский Союз, обычно, как спрашивают, ни перестройки, ни каких, у них обычно, все везде, мне говорят, только Никуха Маклай, вот Никуха Маклай, они представляют всю нашу Россию, Россию, а хотя, я сейчас, когда я был, я вот в этом году был на Кельманджару, подумал, что на Кельманджару, ну, она стоит, вы знаете, на территории Танзании, а я плетел к Келью, потому что в Кельме нетал аэрофлот, потом я нанял джипы, и унесемся мы на этом джипе, там, соответственно, никаких границ нету, стоит маленькая будочка, там много масса, это местные жители, возле этой будки сидят, и в будке сидит, это, ну, военный человек, если военный человек, я достаю паспорт свой, заграничный, мне только, вот, недавно поменяли, перед вылетом к Кельме, поменяли паспорт, уже, раньше был советский, такой, заграничный, а сейчас дали с гербом, с нашим, и я даю свой, ну, тут сидит военный человек, там, я не понимаю, ли там, замиец, или кенийец, там, все равно, ты даешь один доллар, все, один доллар, американский даешь ему, наличный, даешь доллар, он тебе там ставит, и ты можешь проходить, в другую сторону, и он смотрит в российский паспорт, и говорит, а как у вас здоровье президента, ну, видите, он так, баклок, вот это, а он, волнусь о нашем здоровье, о здоровье нашего президента. А на Острое Пасхе он был? Не, не, я не был на Острое Пасхе, я не был, вот почему я, вот, а Мико Химаклай, я пишу диссертацию, вот, в университете, в московском, государственном университете, на юридическом факультете, как раз, а Мико Химаклай написано очень много трудов, диссертаций, можно так сказать, как об антрополах, ну, они, мысли говорят, что он путешественник, но на самом деле, диссертации не было такой, ну, раскрытием, как путешественник, и, соответственно, он еще очень хорошо рисовал, даже, третий том, это, есть те рисунки, Мико Химаклай, ну, которые, по-моему, очень хорошо рисовал, я сейчас было, когда поднималась на вершину, и в Костюске, был в Австралии, встречалась с внуком, Мико Химаклая, помню, Маклай, ему 78 лет, Мико Химаклай, вот так же показывал вещи, Мико Химаклай, показывал рисунок, Мико Химаклай очень хорошо рисовал, и это как раз для меня, и я его изучаю, как художника, путешественника, ну, как путешествие, это он, соответственно, мало что открыл там, как путешествие, там какие-то тропы, какие-то селения, это да, а это, а вот как художник, он много очень, для меня, это интересует, и интересует мне еще один, остров Питкера, остров Питкер, это вот в центре Тихого океана, ну, больше, знаете, это знаменитый, И там как раз Миклуха Маклай был на этом острове 8 часов. Он когда шел на британский шхуни на остров Пасхи, и когда эта шхуна останавливалась, он единственным был расстаться русским, и моряки все сошли, он не смог, у него была малярия, болезнь, он не смог, а на обратном пути он высадился, и только Миклуха Маклай был на острове Пасхи, на острове Питкера 8 часов. Он там собрал несколько ракушек, зарисовки сделан, даже есть острове Питкера, его зарисованы издали. И я как раз сейчас в современном гуманитарном университете, где учусь, изучаю юриспруденцию, я свою, тему моей дипломной работы, как раз конституционная конституция на острове Питкера. Я это делаю не для того, что на острове Питкера нет конституции, там живет 50 семей, там все есть, но это специально я так привязываю, ну это такая, как, знаете, Рерих писал общину. Я так привязываю для того, чтобы у меня была причина зайти на остров Питкера, ну и, говорит, сверить свою конституцию. Ну, на самом деле, это, конечно, все это можно рассматривать как абстрактного. Но это я создаю для того, чтобы у меня была причина и возможность потом посетить этот остров, остров Питкера, первый раз там, где был Миклуха Маклай, и я хочу побывать на этом острове благодаря тому, что я пишу конституцию для этого острова. Доктор Харипович, скажите, пожалуйста, какое у вас отношение к городу с талисманом, поверьем, предетом? Ну, я сам православный человек, и, соответственно, как и все люди, какие-то есть, поверьте, которые заложены у нас в генах, заложены с нашими пра-пра. Да, потом и я прожил уже, можно сказать, жизнь какую-то, был где-то, и, конечно, я всегда надеюсь или прислушиваюсь к своему, там, можно сказать, шестому чувству, потому что, находясь один в океане, когда вокруг тебя на тысячи или нету никого, когда над тобой бездна, ну, и когда под тобой бездна, соответственно, ты должен за что-то, соответственно, хвататься и чему-то, можно сказать, тянуться. Когда ты ступаешь на яхту, и ты стараешься окружить себя именно чистыми помыслами, чистыми вещами, почему у меня на яхте книги, те, которые только, можно сказать, я больше беру исторические, я больше книги читаю такие научные, но я никогда не заглядываю в какой-то посторонний мир, у меня нету книг с мистикой какой-то связан, там, книгу ужасов, у меня, соответственно, этого нет, потому что ты просто должен на палубе чувствовать себя уютно, значит, вокруг тебя окружает тот мир Божий, который Он создал, именно та благодать, которая исходит от чистого океана, от чистого неба, и, соответственно, на яхте у меня никогда не было никаких, таких, можно сказать, ужасов были, что я находился в хорошем месте, и даже вот когда я шел к Южному полюсу, тут я вылетел к Южному полюсу, тут за мной начали говорить о том, что на Южном полюсе, если я дойду до Южного полюса, то я открою, вот там, мои друзья здесь, открою какое-то темное пятно, где выйдут все темные силы, и, соответственно, я знал, что это, в Антарктиде этого не может быть, Антарктида очень чистый континент, очень чистый, там очень красивая, соответственно, природа, там очень дышать, дышать, можно сказать, приятно, и себя чувствовать, что это очень чистый мир, в котором хотел бы находиться, и там, знаешь, что никаких темных пятен не было, и я думаю, что это и не может быть, потому что там очень мало людей. А когда я поднимался на Южный полюс, я сразу вылетел на вершину Массибинсона, это самая далекая вершина, гора, самая такая холодная и недоступная ни с точки зрения альпинизма, а с точки зрения тяжело добираться, ни с точки зрения добираться, то также начали говорить, что это как раз этот ворот Абата находится на Винсене, но когда я поднялся на Винсена, никаких, конечно, ворот не было, это очень красивая гора, чистая, голубая, и сюда по проездке я видел много вершин и гор, соответственно, я был на каждой горе, на каждом континенте, был на Абересте, в Гималая, был у нас на Памире, на Кавказе, и, соответственно, в Андах, ну, в Кардюрьевах, во всех, и тут я нигде не видел такой красивой вершины, как вот Массибинсона, это чистая, такая белая-белая, нету, против ней может быть только по романтичнее, может сравниться с Килиманджаро, она такая романтическая гора. Ну, я ведь весь мир, это не я выбирал программу, это выбирал программу, когда я шел в 90-м году с Сиднея на яхте, мне там в Сиднею предложили эту программу, там Ян Кеннон возглавляет экологическую такую программу, ну, экологическое такое движение Австралии, Ян Кеннон учил, яхтсмен, он ходил в горку вокруг света одиночка, и он предложил вот это наблюдать в океане за полиэтиленом, потому что океан, самое большее в океане, это полиэтилен, из-за чего это, потому что полиэтилен, вы знаете, не тонет, на дно не оседает, он не разлагается, ну, сам, можно сказать, сам себя не уничтожает и не всплывает, он находится в свешенном таком взвешенном состоянии, когда идут киты, касатки, ну, рыбы, птицы, и, соответственно, полиэтилен попадает в паз кита, там, где китовые усы, и они забивают, и киты гибнут, киты гибнут. Вот, как раз в Австралии, вот это движение есть, и я до 16-го года был в таком движении австралийском, так сказать, очистим океан от полиэтилена, но это не значит, ну, то, что я вернулся там, я собирал в океане полиэтилен, я не выбрасывал в заборки, а в упаковке, которые... Ну, это вот полиэтилен, это не значит, что я должен собирать в океане полиэтилен. Это просто, когда я был в Найробе, я выступал в штаб-квартире, как раз, вот, по этой программе, и это не значит, что я должен собирать, конечно, сколько я там соберу в океане. Здесь, говорится, совсем, это Донгородская, ну, это такой принцип, что человек не может всю жизнь эксплуатировать, вот, все делать, все упаковки на полиэтилене. Я все не точно считаю, это все считают, что пройдет буквально 5-10 лет, и уже будет другой упаковка. Как вы помните, у нас раньше мы упаковали все в бумаге, считалось, что это самая лучшая упаковка. Он появился при нашей жизни, в детстве я ни разу не видел полиэтилена. Где я живу в деревне, на берегу моря, у нас полиэтилен висит. Потом уже в возрасте я увидел полиэтилен, для меня это было открытие какое-то. А сейчас, мне нас не удивить. И сейчас в мире идут разработки, чтобы полиэтилен заменить другими, ну, другую упаковку. И, соответственно, сейчас, ближе всего, подходит это на крахмане, который будет, ну, так же вреден каким-то, ну, не так, как полиэтилен, самый правильный, но более чище. Там уже от полиэтилена, конечно, то, что полиэтилен загрязняет, и, например, крахмальные эти упаковки, они, конечно, намного чище. И вот, ну, соответственно, здесь нужно, мы как раз работаем над тем, вот, и в Австралии, чтобы в мире начать перейти, это производство перешло, перешло производиться на эту упаковку. И уже она разработана, уже разработана. Ну, соответственно, здесь все, мы взрослые, это не дети здесь, и все понимаем, чтобы перейти сейчас на другие упаковки, то просто сейчас еще те, ну, те, можно сказать, промышленности, она не даст нам перейти. Она не даст нам перейти, потому что здесь сейчас перейдет на крахмал, то, соответственно, сколько, ну, можно сказать, таких предприятий, даже таких, ну, концерсов, вот эта нехтема, но промышленность остановится. И, соответственно, промышленность пойдет в другую, в другие руки. И, соответственно, здесь должны люди подготавливать. Я думаю, что буквально через 5-10 лет и все это перейдет. Та же, как я когда находился, как раз когда была война, вот в 91-м году, война тогда в Ираке, помните, и, как раз в Индийском океане, я находясь в Индийском океане, недалеко от острова Тиргилена, а война эта была в Саудовске, то есть, ну, в этом пустыне, в Аравийской пустыне, и там, в Океане, в Океане очень слышно было мне, я как раз собирал воздухом, слышно было, как будто вот газовый баллон стоит на яхте, хорошо, что у меня на яхте не было никаких газовых баллонов, у меня была печка, которую я готовил кушать, и то на спирту, на чисто спиртовая печка, она обычно, как обычно Примус, только приспособлена не Примус, а керогазу, вот эта система не Примуса, керогаза, только не, ну, там, не керосина, а был спирт, чтобы на яхте было очень чисто, и, соответственно, там запах вот этого потока воздуха, как раз газа, и сейчас ученые, вы знаете, что уже разработали, и есть такие, как говорится, двигатели, которые работают на окисление воды, это двигатель, который работает на воде, но он не может сейчас примениться, как вот и полиэтилен, потому что промышленность, так, которые, и нефтяные, вот, и магнаты, они, конечно, не дают ни финансирования, не дают, потому что двигатель передаёт и будет работать, я этот двигатель сам видел, и он у нас и есть, я даже могу сказать, где он стоит, в Звездном городке, я видел такой двигатель ещё за рубежом, это, если кто не видел, это я видел на 65 лошадиных сил, это небольшой, как такой, чуть меньше стола, заливается 11 литров этого, чистой воды, и он работает на окисление, так же поршня, так же работает, он 65 лошадиных сил, он может, но он только не останавливается, он целый год работает без остановки, вот, если будет на машине, то машина будет стоять, всё время работает, только скоро включить, поехал, там и двигатель, вот, и он работает, если надо, подключить генератор, он без остановки, заканчивается снова, заливается снова, вот и везде, но сейчас они даже такой, вот, полиэтилен, просто не дают из-за того, что мы ещё не созрели к этому, у нас ещё держит другой мир. Вопрос, вот недавно была передача, вам сказали, о судьбе семьи, то есть отец и сын, которые совершили только с вам летом путешествия, они, по-моему, из Киева, они построили свой дом, и ещё потом путешествия совершили, вот, может быть, вы связаны с вами, или... Нет, я не связан, я даже не слышал, что я услышал по телепрограмме «Время», там, показали, я, как раз, был вот в индийском дяде там, и я только вот тогда узнал... Вы слышали, что-нибудь об этом инспекте, куда еще происходят? Да, я думаю, что они, наверное, сейчас уже дома, наверное, их отправили домой. Нет, они же на месте, они из Шабаровича, ещё живут там, наверное, не повезти, не вернутся. Они, по-моему, где-нибудь в Саиланде, ну, может быть, да, но это, говорится, я вот, видите, этот мир путешествий, очень интересный, это для нас, раньше всегда считалось, при советской власти, я хотел при советской власти путешествовать, я ни на кого не обижаюсь, потому что я не считал никогда советскую власть, там, российскую власть, или капиталистическую, там, никогда не было, я путешествую с детства, и путешествую, и, говорится, зависит было, и если я находил то или иное деньги, я никогда не обижался, кто-то мне денег не дает, если мне не дают, значит, я не заслужу, если я, говорится, моя экспедиция не оправдывает, значит, зачем тогда, но когда я, вот, второй раз сошел на яхте, вокруг света, я очень много встречал, тех, как в Москве, таких, странствующих, яхтсменов, даже путешественников, которые все ими не дуют, это другой мир, это совсем другой мир, и они занимаются, я, конечно, в этом мире, я где-то завидовал, потому что у меня было время, я занимался какими-то своими работами, и я не мог позволить, чтобы в какой-то стране я мог просто стоять и долго жить, я всегда встречался, завидовал им, я только стоял на Филиппинских островах, то есть на Марианских островах, когда мне яхту украли, тогда я там был такой же, как и они, а так, говорится, я где-то совмещаю, видите, как-то вели спорт и с наукой, и я от этого, можно сказать, далек, я этих людей поддерживаю, я им завидую, и даже в душе так вот мечтал, так беззаботно уйти, и чтобы стоять, сейчас я был там на Филиппинах, или, вот, мы сказали, где-то в теплых краях, и просто жить, любоваться этой природой, этими людьми. Вот, извините, вопрос, почему можно? А вот тот момент, когда выступали на какую-то землю, какое вам чувство пристегло? Чувство страха, или какой-то, то есть интерес, или какое чувство пристегло? Ну, смотря какая земля, земля, и потом, смотря как ты пришел, с чем ты пришел, зачем ты пришел, я про... Первый чувство возникало, какое? Ну, можно сказать, какой ты настрой, я когда на Тайвань пришел, первый раз на Тайвань, я как-то в середине думал, что Тайвань, это там, ну, джунгли, бамбук, там люди, захожу в порт Килун, а там такой порт, я сам, знаете, из Дальнего Востока, Владивосток, я посмотрел, что наше Владивосток, это маленькая бухточка, которая, там этот порт Килун, это пять Владивостоков, там океанские корабли, такие стоят со всего мира, я даже разочаровался, но бухта там настолько загрязнена, она сильно-сильно загрязнена, это очень промышленно, очень промышленно, там такого порта во всей нашем Советском Союзе, я говорю не о России, их не найти такого, я был, я на Балтике живу, я работал, на Черном море работал, на Дальнем Востоке, все время, на Северном флоте, ну, таких нету вообще, чтобы как там, и я когда возвращался, уже завершил плавно, возвращался, у меня формоза, моя яхта обросла ракушками, я зашел в теплый край, вдоль экватора, очень быстро обросли, там большие такие, ну, белявцы, такие, их называют морские желуди, ракушки, они живут, такие вот устрицы, и они обросли, и за мной идут, и шли дельфийники, и косатки, киты в теплых водах, которые находят, и я подхожу к Телуну, и когда водеи идут, за мной прямо идут, я думаю, они привыкли, чтобы под Дорадой, ну, рыбы, живут прямо под яхтой, потому что это как коралловый, можно сказать, рех уже плывет, и я уже три узла терял от этой скорости, у меня падало, и в яхта шла так 9, по идее, по парусам должно, она идет всего там 6-7-5 узлов, и когда я подходил, то все эти звености, со мной начало подходить к этому острову, к этому бухту кинул, и когда я зашел, то соответствую, и там уже, я стал возле причала, возле причала, и да, на мою яхту напали маленькие такие рыбки, ну там, айтала, тайвандские друзья говорят, что это рыбки живут уже, они живут, это мутанты, они живут только в этой бухте, и они, седайте все, и они мои яхты так обчистили, потому что не нужно было ее даже чистить, понимаете, я сначала хотел яхту поднять и почистить, потом уйти дальше на ходку, а когда я поднял, потом посмотрел, зачем деньги тратить, поднимать яхту, чистить за все, чтобы она платить, нет до находки, я уже, потому что они обчистились, и появились уже такие рыбы, мутанты, вот в этом большом промышленном таком порте, вот это, говорят, самые такие, а на другие вот иди острова, или где-то разочаровался, где-то я, наоборот, восхищался, даже как вот на Шишельские острова пришел, мне очень понравилось, эти острова нравятся, но когда пришел, то я даже потом, я с меня встречал по рации, говорю, что не заходить, потому что там очень большая, можно сказать, дорого стоять, за все нужно платить, это люди, которые, ну, тот, кто приходит туда, они тебе все забирают, там, за стоянку, сразу за один день я платил, 100 долларов, только стоянка яхты, хотя, стоянка очень плохая, конечно, острова красивые, но для яхтсмена ничего не заняты, я в Гонконге платил по 9 долларов, а там, ну, ну, я с этой стороны разочаровался, о Шишельских островах я разочаровался. Вот тут последний вопрос, мы перейдем к представлению участников. Да. А когда вы уходите в плавание, кто вас ждет дома? Ну, у меня, много же, кто ждет, в дути, у меня дети большие, у меня внук уже есть, да, у меня, я когда вернулся в плавание, два года не был в нашей стране, и не знал, ничего, у меня не было тогда, ни станции, ни, никакой, я не знал, когда вернулся, находка меня встречает, и говорит, вот дедушка вернулся, дедушка вернулся, я думаю, неужели я так постарел, постарел, а это мне показывает внука, и по этому внуку говорят, что дедушка вернулся, а оказывается, у меня же есть внук, да, так что, мне дети большие, у меня на дальнем стыке есть школа путешественников, там, где мои друзья, так что, ну, как и во всех, я думаю, я почему прихожу, я говорю про нее, ну, да, мне, мне, говорится, я женат, у меня двое детей, у меня внука, все меня ждут, да, но я никогда не путешествовал, ни с детьми, ни с внуками, ни с женой, ни с близкими, потому что, тема экспедиции, я считаю, что это, не стоит подвергать, не только опасностям, но и тем испытаниям, которые, выгодно, я никогда не беру на яхту, или какой-то путешествии, не беру ни животных, потому что, я, я, кто, защитники животных, очень, меня сильно судили, потому что на яхте все время качает, все время холодно, все время шторма, соответственно, я кушаю только одни консервы, когда мне говорили, возьми какой-то там попугай, если я думаю, так он станет, такой, на одних консервах, он, конечно, не выдержит. Это очень гуманно, что вы не берете в экспедиции ни зверей, ни птиц, не могли бы вы взять в вас очередную экспедицию вместо научных работников, которому там было бы интереснее, сейчас поехать в секунду. Это не гуманно по отношению к работникам. Но я никому не отказываю, потому что у меня экспедиции разные, разные экспедиции, и много, много, которые сейчас будут предстоять, и они хватит и для, можно сказать, и для животных места хватило, и для женщин, но я никогда не беру, потому что никто не соглашается. Я когда вернулся на яхте Формоза, и эту яхту, вы можете представить, ей построили на Тайване, я вот рассказывал, почему есть в жизни романтика, но, крыше, какая-то должна быть романтика, то есть что-то еще делали. Я построил на Тайване, а потом прихожу в находку, а они говорят, что это судно, это судно, там, или вещи, построен за рубежом, надо платить таможню, вот это, послание таможню, и они стали принимать. И сказали, что надо, чтобы она вышла с находки. И я от Тайванца отпустил от себя, и дали мне такой, ну, документы на яхту, что она идет, как перегород, я должен перегонять, а потом приписать. Иначе в нашей стране, она до сих пор не прописана, в нашей стране ей не прописывать, иначе я должен, я заходил во всякие, во все страны, и везде показывают документы, что я перегоняю яхту. Все удивляются, говорят, как же ты перегоняешь яхту, находка, когда с Тайвань идешь, через Панамский канал идешь, ну, какие-то, другими. Ну, я говорю, я перегоняю яхту, ну, потому что везде же документы, там сидят, чтобы яхта не была украдена. И когда я вернусь, я должен был с находки покинуть находки и находиться все время плаванием на этом перегоне. То есть я набирал команды и говорил, что, в газете объявил, что Федору Конюху требуются матросы для плавания на яхте Формоза. Ну, я сам никогда не получал ни зарплаты, ни отклады у меня нет, ничего еще. Никаких зарплат, никаких откладов, никаких перспектив в дальнейшем, потому что никаких наград, званий. Ну, и мне все говорят, Федор, ты что делаешь? Тебя засыпет, я не даду пройти, все будут тебя хотеть на яхту. И после объявлений никто, никто не подал. А если друзья меня встречают, говорят, ну, ты, Федор, нашел дураку, мы пойдем с тобой вокруг света и не привезем из-за границы машину себе. Все же прорывы сидят за границу, нужно провести что-то. Так что, я все предлагаю, но это еще не значит, что. Или то же самое, когда я вот сейчас наряду, это это нон-стоп, это плавание вокруг света без остановки. Все говорят, зачем же? Я даже когда шел, мост, я же ни одной рыбы не спам, потому что яхты идут все время на большой скорости. Это все время ураган и ветер. Все время было 100 миль в час, 100 миль. Это, значит, если примерно у нас тайфун на Дальнем Востоке, где есть зул, где все топит, у нас, говорится, мосты смывают и каждый год на строить мосты, это где-то 65-55 или час. Это тайфун, который при море у нас, оно все заливается, и мы, говорится, а в океане, там говорится, 100 миль в час, и еще такой ураган стоит. Это все время яхты находится на скорости, на большой скорости, там, конечно, ты ни удочки не можешь бросить, ничего, я не спамал ни одной рыбы, это первое, когда был. И, соответственно, это те условия, которые не каждому подходят, но многие, кто сначала хотел, потом отказался, когда узнал, на что. по-противу, вы как считаете, путешественникам им нужно родиться или им нужно сдать? Ну, я думаю, не то, что я думаю, и путешественники, это тоже, как сказано на Святом Писании, если человек рождается, Господь Бог всегда указывает на каждого человека, указывает своим перстом, это указывает так, если вы сказать, дали талант, каждому человеку в мире не рождается без таланта, каждому человеку дано талант, только смотрит человек этот талант и пойдет следом поэтому предназначен, да, если человеку дам талант художника, а он смотрит, а сейчас смотрит, а здесь художники сейчас живут плохо, он идет там в бизнес, другому наоборот, дает бизнесмена, а он идет художник, соответственно, он становится плохим художником, а тут наоборот, чтобы каждому человеку дано дать. Я считаю так, что также и путешественник прежде всего этого дам таланта, и потом ты должен присутствовать к своему внутреннему. Я, если она подсказать, я никогда не отказываюсь. Я очень уважаю все профессии, все профессии. Но я знаю, что если я стану бизнесменом, то я не только подниму бизнес, я завалю. Я просто знаю, я могу это делать в океане. Я могу делать. Почему я сейчас учусь на юриста? Потому что у меня долги в России большие, я заключал договора, и у меня долги стали большие, я решил приобрести профессию. Когда я был маленький, мне говорили, что ты должен быть путешественник, должен быть соответственно, этот навигатор, штурман, механик. Я учился в Одесском мальхомерном училище, я на штурмана закончил, в Ленинграде, лироцартическом училище на механика своего умения. Потом ты должен быть еще не теряться вот в этом большом пространстве, можно сказать, космическом. А это действительно космическое я сейчас перебью, когда я встретился с Святославом Рерихом, вот когда он был жив, здесь в Москве мы встречались, и художники так бывали, немного художников там все собрали, и художник, который пишет космос. И они говорят, вот, Святослав Николаевич, Ваши дети писал космос, и мы пишем космос. И можно мы встретимся и сделаем выставку, а Святослав говорит, а разве мы не находимся в космосе, и разве Земля не в космосе, разве отлететь 200 километров, или там 300 километров от Земли, это космос, а это не космос. Мы также находимся. И вот говорят, чтобы не рассереться в этом космосе, соответственно, ты должен иметь еще духовное, какое-то такое, можно сказать, крепкое стоятие. Я учился в духовном семинарии в Ленинграде. Ну и мне говорят, ты должен еще быть врачом, ты должен быть юристом, ты должен быть еще финансистом. Ну и я врачом не стал, потом, когда у меня были случаи, когда я сам себе там зашивал, наложил на свои ногу шесть слов, четыре слова, сам зашивал к себе, я знал, что нужно было все-таки. Когда я, ну, не стал финансистом, заключать договора, юристам это у меня были проблемы. Ну вот, я считаю, что путешественник должен иметь образование, образование и заниматься тем, что требуется. Если сейчас требуется, то та наука, которая мне... Это я, когда шел к Южному полюсу, я замерял радиоактивный фонд, меня финансировали, и программа была диссертатурной промышленности. И благодаря им я, конечно, дошел до полюса, после дела научной работы для мистерства атомной промышленности в Антарктиде. Мои экспедиции связаны только с... Ну, чистых, никогда не было спортивных, или с наукой, или с творчеством, или вот с теми открытиями, которые мы хотим сделать. Да. Может быть, это последний вопрос, потому что мы просто не успеем по времени идти. Скажите, пожалуйста, вот вы осуществляете проект кругосветное плавание под российским флагом. Что вы подразумеваете под этим под российским флагом? Потому что обстановка в России настолько, так сказать, непредсказуема, что говорить о том, вы как бы несете какую-то, так сказать, тетерию российскую, она же не понятна. Нет, я... Да, я сейчас скажу. Это очень... Это очень хорошее... Я когда был маленький, у меня дед, я его помню, 8 лет, и 8 лет у меня парализованно лежало, я сидел возле него, он у меня был русский офицер, подполковник царской армии, он знал Георгия Седова, и он говорил, он, говорится, он говорил, что... в каком ты государстве не жил, ты должен всегда... Он никогда не говорит, там, в Советском Союзе, в каком... Ты должен всегда с гордостью нести этот флаг, ну, и те идеи, в которых ты... в каком государстве ты живешь. Если тебе не нравится, ты должен уйти с этого государства. Он не уехал за границу, когда революция настала, да. И... я всегда хотел, чтобы... когда мы начали путешествовать, хотел, чтобы мы в чем-то всегда были первыми. Первыми. Мы никогда не были... В Вивересте мы не первые взяли, вокруг света мы не первые, там, южно-северо мы... И я вот хотел, чтобы мы все-таки первые были в чем-то. Когда я начал готовиться в одиночном кроссе на плавание, мы не выпустили, соответственно, потому что есть указ не выпускать одиночек. Первый раз не выпустили, второй раз я возвращаюсь, я думаю, ну, уже раз по советской власти меня не выпускали, потому что был указ, лаврентийный указ, там будет постановление, где подписано Лаврентий Павловичем Берия, что в одиночку не отпускать с порта нельзя выходить, да. И указ до сих пор находится в действии, да. И когда я, говорится, когда вернулся уже после кроссето-плавания, уже в 92-м году, когда я был уже на Вересте, я думаю, ну, еще раз попытаемся, еще раз, сказали указы, никто не отменял, и мы тебя не выпустим. И он, говорится, два раза я не смог, и сейчас я хочу, все-таки, третий раз, я уже, можно сказать, бросил, это, он сказал, наивно, меня не выпустили третий раз в мае месяце 96-го года, в мае месяце, когда, в честь трехсотлетия российского флота, я должен был стартовать с Владивостока и прийти в Владивосток, в честь трехсотлетия российского флота, на фрегате Надежда, мне фрегат передали, был указ Бориса Николаевича Ельцина, праздновали, где я стоял в этом праздновании, было постаново правительство подписано, где я также фигурирую, мое плавание, потом, говорится, госком имущество передало мне этот парусник, потом, говорится, Касатонов и Родионов со мной встречалось, они флаг мне российский, а когда я приехал в Владивостоке и сказал, все, покиньте Борг, я выхожу, то там комиссия собрала, сказала, мало что, тебе президент подписал, мало что, а у нас здесь указ Лаврентия Павловича Берия, как он позвонит, отменить, тогда мы тебя выпустим, я май месяц весь, можно сказать, про, там, ну, я не с тем, конечно, не воюю, не доказываю, но у меня все время вызывали, вот наш белый дом в Владивостоке, и там собрали комиссии, сказали, что у нас здесь постановление не выпускать, не то, что Федора Корни, мы тебя уважаем, мы тебя любим, мы тебя знаем, все в тебе есть, у нас вот отменить, лично позвонить президент Ельцин, нам, мы это отпустим, или пускай, ну, я, соответственно, я проехал в Москву и ушел на другой яхте, с французами, гонялся во фракции, на яхте, и сейчас я хочу, все-таки, уже я научен этим опытом, я уже, видите, не стартует ни с Владивостока, ни с Находки, ни с Венеграда, я все-таки хочу выйти из Австралии или из Франции, но под российский флаг, я все-таки хочу, хоть третий раз, ну, мой, как это, бог Троицы, пойти под российский флаг, а далее шел, видите, у меня здесь на кормоте, такой, тайванский флаг, там, или австралийский флаг, и это хорошо, но мне, как-то было, не особенно уютно, я знаю, не то, что мне не уютно было, я в океане, там никто и не видит флага, а просто я знал, что простые люди этого не могут понять, они думают, ну, как это Федор Кониху, русский, живет в России, а идет под тайвенским флагом, каждый уже так не расскажет, что есть какие-то указы, что мне не выпускают, 22 года, я еще в 79-м году, уже все знали, что я пойду, и даже в той же Кубке на путешествии он никогда обо мне не показывал, как об одиночке, потому что тогда еще было запрещено, было одиночек показывать, тогда был указ такой же, только выдавайте деньги и все остальное на олимпийский вид спорта, и так что я тут, и сейчас я вот это и проследую, что пойти третий раз под российским флагом, вот какое, если, а когда я подумался на Эверест, когда подумался, у нас как раз был перелом, вот это, еще не было России, и уже Советский Союз ушел, и я не знал, с каким флагом уйти, и тогда я, когда поднимаюсь на вершину, там надо что-то ставить, ну там обязательно непанских флаг, я тогда поставил флаг, у меня здесь общество Рерихов, из Нью-Йоркского музея, дали флаг такой, Рериха, культура, знамя Рериха за культуру, так, мир через культуру, и вот я поднялся на вершину, поставил этот флаг, что-то еще не было определено, какой флаг в нашей стране было, сейчас есть флаг, и я хочу пойти под этих флагов, а политику я не серьезно, я даже не знаю, кто у нас в политике, то, чем занимается, я только знаю, Артура Николаевича, потому что он полярник, знает, что он в Думу, я прихожу к нему в Думу, чтобы пойти с ним, кофе попить, и все больше нет. А какой фактор конкретно будет, российский или военно-морской, или Андреевский? Ну, да, я бы хотел, чтобы кто-то мне этот флаг вручил, вручил, если военно-морской вручить, Андреевский, я как моряк, мне было очень приятно под ним, а потом еще, знаете, флаг же может иметь только каждый поднять, любой флаг, то я думаю, что я буду внести и тот, и тот, потому что если заходите на экспозицию на 108, где это будет русский павильон, и соответственно, я стою в программе, соответственно, с меня и потребуется, я заходил под российским флагом, значит, этот российский, как я понимаю, это три цвета, а это у нас, как военно-морской, видите, когда вот ходили без галли-лазер, тогда раньше были все, все, ну, весь флот было, ну, скажем, военный, они ходили под Андреевским, а сейчас, видите, как-то разделились, я сам в этом не понимаю. Господи, если угодно, ваши контактные телефоны у нас есть какие-нибудь, нет? Да, есть, если, Наташа. Вообще, можно взять на стенде, где представлен проект материалы о проекте, но контактный телефон 268 2593. Это корпорация Метасинтез, которая управляет этим проектом. Спасибо. Да, у меня дома еще нет, потому что я живу в общежитии, я там могу поместить, я хожу и звонить с автоматом, там автомат всегда так разбитый сильно. Телефон 268 25 93. Я бы хотела перейти к представлению участников проекта, перед этим сказать, что проект осуществляется с благословением патриарха Московской и всей России Алексея II и под подключением известных деятелей политики, науки, искусства, культуры 26 человек, которые. Проект осуществляется под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО и посвящен Международному Году Океана. То, что проект представляется на выставке наукоградов, не случайно, потому что